Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня я покажу вам, как оформляется отпуск с последующим увольнением и акцентировать внимание на важных моментах при оформлении такого отпуска. Предоставление отпуска с последующим увольнением – это право работодателя, а не его обязанность. Это значит, что он может также отклонить такое заявление работников, выплатить вместо этого компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Работник может использовать перед увольнением не весь отпуск, а его часть, а за неиспользованные, соответственно, получить денежную компенсацию, о чем опять же работник договаривается с работодателем, и они приходят в соглашение, сколько дней сотрудник отгуляет отпуска перед увольнением, а за какое количество дней ему будет выплачена компенсация. Сотрудник может написать как отдельно два заявления, одно на отпуск, другое на увольнение, Так и одно заявление. Прошу предоставить ежегодно оплачиваемый отпуск с последующим увольнением, указать причину увольнения и оформить заявление соответствующим образом. Создается два приказа. Один на отпуск, другой на увольнение. Соответственно, дается на подпись сотруднику. Дата увольнения соответствует дате последнего дня отпуска сотрудника. Отпуск с последующим увольнением отражается личной карточкой сотрудника. Личная карточка предоставляет сотруднику на ознакомление под подпись. Расчет отпуска производится за три календарных дня до начала отпуска. А вот окончательный расчет, выдача трудовой книжки, документов, выдаваемых при исторжении трудового договора, справка МФЛ и прочее, производится в последний рабочий день перед отпуском, то есть до начала отпуска. Потому что трудовые отношения с сотрудником прекращаются с момента начала такого отпуска. Право отзыва заявления на увольнение у сотрудника есть только до начала отпуска, если на его месте еще никого не взяли. А вот уже во время отпуска с последующим увольнением сотрудника дозвать за день на увольнение не нужно. Если сотрудник заболел во время отпуска, то работодатель обязан оплатить больничный лист, но отпуск при этом не переносится. Больничный лист оплачивается полностью, независимо от того, выходит ли он за пределы даты увольнения. Теперь посмотрим, как это оформляется в программе. В разделе «Кадры» открываем журнал отпусков и создаем отпуск. Убираем нужного нам сотрудника. Указываем, с какой даты сотрудник идет отпуск. В отпуск, допустим, это будет 2 июля. Чтобы посмотреть, какой остаток отпусков остался у сотрудника, мы можем перейти по ссылке, как сотрудник использовал отпуск. И посмотреть, что у сотрудника остаток отпуска 42 дня. Соответственно, высчитываем с даты начала отпуска 42 дня и указываем там. У нас получается 12 августа. 42 дня. Автоматически рассчитываются отпускные. На закладке «Начислено подробно» мы видим, что начислилась зарплата за июль. И отпуск июльский отдельной строчкой, август отдельной строчкой. Нажимаем «Записать», «Провести». И за 3 дня, за 3 календарных дня, мы производим оплату отпускных. Далее, в разделе «Кадры» открываем приемы перевода увольнения и оформляем увольнение сотрудника. Увольнение происходит в последний день отпуска. Это у нас было 12 августа. Ставим, устанавливаем месяц август. Дата документа может оставаться текущая. А вот дату увольнения ставим 12 августа. Последний день отпуска сотрудника. Выбираем основание увольнения. В данном случае по собственному желанию. Галочка «Отразить трудовой плечке». Приказ. Выходные посуды при необходимости. Мы видим, что у нас рассчиталась компенсация отпуска. Здесь существует спорный момент, что должен ли данный отпуск, должен ли он входить в стаж для начисления отпускных. На самом деле, так как трудовые отношения между работодателем и работником прекращаются в первый день отпуска, и работодатель уже имеет право взять другого человека на место данного сотрудника, то этот отпуск не должен входить в стаж для начисления отпускных. Но программа как бы не видит, что какой-то отпуск обычный или отпуск перед увольнением. Поэтому она начисляет отпускные. Но мы на закладке «Компенсация отпуска» можем поставить «Не использовать». И, соответственно, у нас компенсация не начислится. Мы видим, что у нас результат ноль. Ничего не начисляется сотруднику. Нажимаем «Провести» и «Закрыть». Сейчас посмотрим расчетный листок, что у нас получилось. В разделе «Зарплата» – «Отчеты по зарплате». Расчетный листок. Смотрим, не остались ли мы сотруднику должны. Август месяц оставляем. Либо он нам не должен ничего. Проверяем. Так, долг работника на начало. Так, долг работника на конец. Так, это у нас получается отпускные. Переходим в выплаты и смотрим ведомости. И ведомость «Банк». Мы нажимали «Выплатить». Почему-то у нас прошла выплата. Сейчас мы посмотрим, проверим. Так, мы удалось все выплатить. Так, ведомость на сестру. Начинаем выплаты. Так, вот у нас выплата прошла. А, у нас до этого была тоже произведена выплата, поэтому у нас отражен долг. Так, еще раз проверяем. Это у нас долг работника. То есть мы ему дважды, получается, провели выплату отпускных. Проверяем снова. И видим, что у нас долгов на начало и на конец периода августа нет. Что касается компенсации отпуска, которая была изначально. Мы можем посмотреть остатки отпусков по увольному сотруднику в кадровых отчетах. Справка об остатках отпусков по сотруднику. Вот мы у нас здесь на конец года оставим. Сформируем справку, чтобы посмотреть. Вот у нас эти 2.33, которые программа начислила, остатки, начиная со 2 июля, мы их удалили из документов во линии. Но в справке они остались, они так будут висеть, висеть, висеть. Чтобы убрать эти остатки, нам нужно зайти в раздел «Главные». Вот здесь также должны быть остатки отпусков. Если мы здесь не видим этой ссылочки, то мы в настройке навигации, вот отсюда мы достаем, да, остатки отпусков, либо двойным щелчком, либо с помощью кнопки «Добавить». Мы добавляем сюда и заходим по ссылочке. И создаем остаток отпуска по нашему увольному сотруднику. Ну, вот дату указываем, дату увольнения, допустим, да, дата отпусков. И вот здесь вот в нижней табличной части мы нажимаем «Добавить». Ну, указываем там «Период». И остаток 0, чтобы у нас обнулился остаток. Нажимаем «Провести и закрыть» и снова формируем справку об остатках отпусков на 31 декабря 2021 года. Вот, сейчас мы видим, что остаток отпуска по сотруднику 0. Все нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!